Доброе утро, друзья! Новый день на телеканале Беларусь-1 и Спутниковом Беларусь-24. С вами встречаем мы, Татьяна Мутусевич и Екатерина Антонова. Сегодня у нас вторник, 18 апреля. Столетия назад, 18 апреля 1923 года, было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». И почти сразу же общество начало работать и на территории нашей страны. О том, какие традиции и ценности хранит старейшее физкультурно-спортивное общество Беларуси и с какими целями шагает во второе столетие, прямо сейчас мы поговорим с председателем Центрального совета БФСО «Динамо», полковником милиции Игорем Аберемко. Доброе утро! Доброе утро! Игорь Михайлович, доброе утро! Вот слово «Динамо» мы слушаем практически каждый день, причем говорим и о хоккее, о футболе, о других видах спорта. Но вот если структурно БФСО «Динамо», что это такое? Ну, вы все перечислили совершенно верно. Да, это и хоккей, и футбол, но еще общество «Динамо», оно в себя объединяет, помимо всех наших силовиков, силовых ведомств, которые развивают в своих ведомствах наши служебно-прикладные виды спорта, оно еще, конечно, объединяет и спорт высоких достижений. Детские и юношеские спортивные школы, которых занимаются наши детки, это наших 11 школ по всей стране, это развивается массовое физкультурное движение, у нас очень много коллективов и физической культуры, которые занимаются просто массовым спортом. Для себя? Да, для себя. Это у нас очень много, так скажем, сочувствующих обществу «Динамо», как болельщиков, как активных членов этого общества, также и физкультурников, и спортсменов. Ну, если конкретно говорить, в каких видах спорта можно быть динамовцем, даже если ты любитель, мы уже сказали хоккей, футбол, художественная гимнастика, я знаю. Да, хоккей, футбол, художественная гимнастика, рукопашный бой, дзюдо, самбо, легкая атлетика, гребли на байдарках и каноэ, академическая гребля, у нас очень много. Значит, конечно же, художественная гимнастика, где наша художественная школа, БФСО «Динамо» является одной из самых лучших школ в нашей республике. Да, синхронное плавание. У нас есть отделение по синхронному плаванию в обществе «Динамо». И вы уже об этом... В общем, динамовцы везде. Да. Да, и вы уже успели об этом сказать, что БФСО работает активно и над подготовкой будущих спортсменов. Как пополнить ряды динамовцев? Куда идти? Что для этого нужно? Останавливалось, что у нас 11 детских и юношеских спортивных школ. Да. Мы начинаем набор с 6 лет. Так? Ну, в отдельных видах спорта, конечно, таких видах, которые связаны с борьбой, там с 12 лет, с 11 лет, но в основном с 6 лет. Все занятия в наших детских школах абсолютно бесплатные. Любой наш гражданин, родители могут привезти своих деток к нам в школу. Мы их там встретим, проведем отбор, подготовим их к дальнейшим занятиям и создадим, конечно же, условия для занятий спортом. Мы всех ждем у себя. А юным динамовцам, спортсменам можно стать только в столице или нет? Нет. В каждом областном центре, плюс в Барановичах у нас есть отделение, у нас в Бобруйске отделение наших детских и юношеских спортивных школ и в Мозыре отделение. В общем, приходите, становитесь спортивными. Кстати, в день столетия, мы никак не можем не вспомнить о ветеранах динамовского движения. И я знаю, что преемственность поколений и традиции для Динамо – это не пустые слова. Вот расскажите об этой связи. Мы очень чтим наших ветеранов, особенно ветеранов-спортсменов, наших великих, так скажем, людей, которые принесли славу не только еще в советские времена, да, отечественному спорту, но уже и на заре нашей развития Республики Беларусь. Мы всех наших спортсменов чтим, мы их поддерживаем. Вот, например, у нас наш олимпийский чемпион Романько участвует во всех наших мероприятиях, как самый, так скажем, заслуженный, самый титулованный наш спортсмен, да, который даже в мировом рейтинге, сейчас о нем очень многое говорят. И, наверное, его результатом нам, наверное, много-много надо постараться, чтобы наши арперисты-шпажисты как-то так это достигли. Кроме этого, мы чтим наших спортсменов, которые играли в спортивные игры, ну, например, в футбол. Мы никогда не забываем нашу Минская Динамо, которая в 83-м году завоевала титул чемпиона Советского Союза. И это наша мечта, чтобы мы развили наше динамовское движение, чтобы наша спортивная любимая команда, которую, наверное, большинство наших болельщиков очень обожают, чтобы она также достигла результатов, стала чемпионами Республики Беларусь. Ну и самое главное, она вышла на европейские кубки и, может быть, даже и завоевала какой-то титул на европейском уровне. Вот мы говорим «Динамовец», да, уже несколько раз прозвучало это название. Лично для вас, как для руководителя, что это значит? Ну, знаете, наш лозунг, да, «Динамо» — это сила в единстве и в движении. Ну, во-первых, для меня «Динамо» — это объединяет всех любителей спорта, всех любителей физкультуры, всех любителей здорового образа жизни, в первую очередь. Второе, ну, «Динамовцы» всё-таки по большому счёту — это те люди, которые, когда приходя в наше общество, они понимают, что приходят в серьёзную организацию, она дисциплинирует. Самое главное, наверное, все понимают, что это одно из самых патриотичных обществ. Мы — патриоты нашей страны, мы поддерживаем нашу страну, мы всегда выступаем в поддержку главы государства и не скрываем этого. Мы везде на всех, так скажем, этапах подготовки, на всех, скажем, форумах, на всех различных мероприятиях мы всегда это подчёркиваем. Поэтому патриотизм, в первую очередь. Ну и большая «Динамовская семья» — вот что такое «Динамо» для нас. Действительно, это тоже очень важное понятие для «Динамовцев». Я уверена, что большая «Динамовская семья» прямо сейчас смотрит нас этим утром, смотрит наш эфир и наверняка ждёт от вас поздравлений в честь столетия общества «Камера» в вашем распоряжении. Поздравляйте коллег и пожелайте им чего-нибудь хорошего. Уважаемые дорогие мои «Динамовцы», уважаемые ветераны, уважаемые наши сотрудники правоохранительных органов, уважаемые наши спортсмены, сердечно вас всех поздравляю с этим знаменательным праздником, юбилей столетний. Желаю вам крепкого здоровья, спортсменам высоких спортивных результатов, правоохранителям, чтобы все были здоровы, живы, чтобы хватило вам сил и здоровья стоять на страже нашего государства. Всего самого наилучшего вам. Игорь Николаевич, мы присоединяемся к поздравлениям с праздником вас и всех ваших коллег. Большое спасибо. Спасибо большое, что пришли к нам этим утром. Мы желаем вам отличного дня.